Я вас приветствую, товарищи. Есть вопрос, который, я надеюсь, задаёт время от времени себе каждый из вас. И, по крайней мере, я очень рекомендую себе задавать этот вопрос и пытаться отвечать на него. Этот вопрос звучит так. А умею ли я играть на гитаре? Особенно это актуально для тех, кто является фанатом, в кавычках, фанатом упражнений. Кто играет всякие упражнения, смотрит видео школы, занимается по ним там и всякое такое. То есть, тот, кто уделяет минимум внимания и времени музыке, а максимум вот таким вот чисто технологическим элементам. Что является, по моему мнению, огромной ошибкой. Делать так нельзя ни в коем случае. Но, допустим, вы узнали себя. Вы там перелопачиваете школы, курсы всякие, всякое такое. И играете разного рода упражнения. Когда же наступает тот момент, когда можно сказать себе, что да, я вроде как умею играть на гитаре. Вообще, сама постановка вопроса, она несколько неверна. Потому что умею, это может означать очень разные вещи. Чувак, который в переходе стреляет деньги у прохожих и что-то там бренчит, он же по идее тоже умеет играть на гитаре. Некоторые даже думают, что он профессионал, он же этим деньги зарабатывает. Но не будем как бы уже о совсем страшных медицинских патологиях говорить. А умею ли я играть на гитаре, если я могу играть металлику? Умею ли я играть на гитаре, если я играю песни Гатри Гована? Может быть, не так чисто и не так быстро, как он, например. То есть, это очень размытая категория. И я лично рекомендую время от времени задавать себе этот вопрос касаемо текущего состояния вот каким образом. Дело в том, что само умение играть упражнение, то, что человек там может 4 ноты как-то изобразить на гитаре. И типа, вроде как, у меня вроде как всё чисто, у меня вроде всё получилось. Это не означает, что ты умеешь играть на гитаре. Это значит, что ты умеешь играть вот эти там 4-5 нот. Это значит, что ты умеешь играть вот эту вот какую-то там вертушку. Ты умеешь играть одно вот это какое-то клише. Но это совершенно не означает, что ты реально способен применить его вот в реальной игре. В контексте какой-то, например, музыкальной фразы. В контексте соло, в контексте рифа и так далее. Но как же понять, а умеешь ли ты лично играть на гитаре? Я рекомендую сделать вот что. Возьми что-нибудь из той музыки, гитарной музыки, которая тебе нравится. Ну, например, если ты любишь AC-DC, бери AC-DC. И если тебе, например, нравится рифф AC-DC, берёшь любой абсолютно рифф AC-DC, пытаешься его снять и сыграть. Пусть это будет, например, какой-нибудь рифф, там, а-ля Back in Black тот же самый, да? Ну и так далее. То есть, когда ты его запишешь, например, вот его, ответь себе на вопрос. Во-первых, чисто ли у тебя получаются аккорды? То есть, у тебя, вот, например, ми. Она звучит или, например, звучит она вот так? То есть, может быть, ты цепляешь остальные струны, и у тебя звучит не так, как на записи, да? Например, вот так. Ре. У тебя квинтовый ре или у тебя, например, случайно первая струна обтирается туда, или шестая струна. То же самое ля. Там у них не совсем, может, немного не строить гитара. Это не Диадарева. Там у них не совсем чистый мажор, это скорее квинтовый аккорд. Но, тем не менее, может быть, он у тебя звучит вот так. То есть, ты захватываешь еще первую струну. Дальше. Когда ты, например, играешь вот этот проход... Я уж не знаю, осознанно Ангус Янг это сделал, по-моему, это он это сделал, или неосознанно это сделал. Но если вы прислушаетесь, там в оригинале есть небольшой-небольшой свинг. То есть, он играет не прямолинейно его... А он играет его... Я, разумеется, утрировал. Там он гораздо слабее этот свинг, но он слышен, да? Дальше он переходит уже в прямые длительности. Получается ли у тебя вообще сыграть вот это? Или, может быть, у тебя это звучит вот так? Слушаются ли у тебя пальцы? Работают ли руки согласованно, элементарно? Может, у тебя лишние ноты там звучат, которые не должны там звучать. Повторяемые ноты из-за рассинхронизации рук. Если ты, внезапно записав это все, слышишь, то да, все вот это вот лезет у тебя, вся вот эта вот фигня. И ты не можешь сходу взять, сыграть, буквально позаниматься этим рифом 10 минут и записать его так, как надо, хотя бы как в оригинале. Наверное, ты не умеешь играть на гитаре, если брать вот твои ориентиры, твою музыку, на которую ты смотришь. Потому что мы все равно смотрим как примеры на ту музыку, которая нам нравится. Вот если тебе нравится AC-DC, и ты не можешь вот этого сделать, наверное, ты пока не умеешь играть на гитаре. То же самое, тебе, например, нравится соло. Ну и из той же, по-моему, из той же песни, да, соло? Ну вот элементарно, начало соло ты играешь, а можешь ли ты делать вибрато? Она вообще вибрируется у тебя или у тебя? Получается вот такая фигня. Речь не о том, правильная эта вибрато или неправильная. Речь идет о том, что вот человек, Ангус Янг в данном случае, он сыграл вот так. Вот ты можешь так же или нет? Если ты так не можешь, не надо говорить о том, что это твой индивидуальный творческий там какой-то порыв, это твой почерк и всякое такое. Нет, ты же не можешь воспроизвести элементарную вещь. На мой взгляд, творчество и всякое там уже изобретательство, оно должно идти уже тогда, когда ты можешь воспроизвести уже хотя бы имеющийся готовый результат, сделанный кем-то. Но тогда ты можешь уже экспериментировать, его развивать. На ровном месте изобрести велосипед вряд ли получится, откровенно говоря. То есть, получается ли у тебя вибрато? Вот эта фраза, например. Можешь ли ты это ритмикой сделать? Или у тебя получается какая-нибудь вот такая фигня? Если это так, если ты на записи слышишь, что у тебя получается вот так, ты позанимался опять же те же самые 10-20 минут этой фразой, она у тебя все еще вот так получается, ты не умеешь играть на гитаре. Не умеешь ты играть на гитаре. То же самое касается там всего остального. Если там тебе, например, нравится и прет тебе страшно от Гилберта, и упарываешься по поводу того, чтобы там все вот эти вертушечки, этот весь штрих там выиграть из Гилберта, но при этом ты не можешь, например, взять и записать там отрывок из какого-нибудь его соло там и какой-нибудь его партии, ну не можешь никак, ну значит на текущем уровне ты тоже не умеешь играть на гитаре. В конечном итоге, разумеется, мы все упираемся вот в эти вот ориентиры. Ориентируешься ты на металлику, любишь металлику и способен, в принципе, на записи воспроизвести божественные партии Кирка Хэммета с достаточной достоверностью, точностью и воспроизведением всех тех нюансов, которые он там выдает в этой партии. Да, ну ты умеешь играть на гитаре. Ты умеешь играть на гитаре вот так. А если не можешь, то нет, не умеешь. И если вы, вот каждый из вас попробует, выделите просто вот 20-30 минут из, прямо сейчас, вот если у вас есть свободное время, а я думаю, что вы смотрите мои видео в свободное время, выделите буквально 20-30 минут, возьмите любимое произведение, любимый там риф, соло, не знаю, один из любимых, и попробуйте вот за полчаса его воспроизвести и записать. Я думаю, многих из вас ждут просто чудесное открытие относительно того, как же хреново работают ваши руки. То есть, вроде как вот эти там вещи, например, кто-нибудь из вас там уже научился играть, а внезапно, когда такая штука попадается, например, в рамках соло какого-то или рифа, и всё, ничего не слушается. Почему? Вы научились играть только вот эти ноты, которые находятся только здесь, начинаются только с того штриха, к которому вы привыкли, например, со штриха вверх. Играются только так, как вы привыкли. И как только ту же самую вертушку надо сыграть там в другом месте на грифе, с другого штриха начать в другом направлении, сыграть более громко, например, или наоборот, более тихо. То есть, другие какие-то чисто художественные требования выполнить, всё, у большинства всё это дело разваливается, потому что вы привыкли играть только так, только её и только здесь. А вот здесь вы уже не можете её играть. Умеете ли вы играть таким образом на гитаре? Нет, вы умеете играть вот это упражнение вот в этой форме. Это совершенно другое. Вы умеете делать механическое действие, но вы не владеете исполнительскими навыками на инструменте. Занимайтесь, друзья, музыкой. Занимайтесь на гитарах. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok